Итак, дорогие друзья, сейчас мы продолжим, закончим еще раз мысль первого видео, то есть тот, кто начал с этого видео, вот нашел вдруг поиски, то посмотрите в описании и посмотрите первое. Итак, мы с вами разбирали метод супер до этого, чтобы было понимание, да, и вы видели, что все это было очень сложно соображать, что класс Б наследуется от класса А и так далее. И в конце концов мы пришли к самому простому пониманию, что на самом деле метод супер, подводим итог, всегда назначает родителя. Вот и все, все банально просто. Мы просто говорим, что в данном случае, если класс М мы применяем метод супер, то есть назначаем, пишем в нем родитель СС, мы назначаем родителя класс СС. И не важно, какие иерархии, какие наследования, и даже не важно, вот обратите внимание, тот момент, предыдущее видео, что мы говорили, что у класса А метод сейв и у класса Б метод сейв. И по сути дела, на самом деле вполне реально, что когда мы в данном случае класса Д, но наследуем от класса Б, который имеет метод сейв, то класс Б однозначно наследуется от класса А. И поэтому у класса, у Пайтон стоит задача, а какой же, а что мне применять за сейв? Где мне, какой сохранять? Так вот, метод супер, нам не надо теперь рисовать схемы класс А, класс Б, мы просто, грубо говоря, действуем совершенно тупо. Вот сейчас есть класс Б, Б, мы говорим, ты у нас будешь родителем. Видите, мы для класса Д написали, что супер, класс Б, Б является родителем. И дальше нас уже перестало интересовать, что, от чего нам не надо голову ломать, потому что, если в этом случае, то программирование превращается в ад. А с применением метода супер, то мы просто выделили, грубо говоря, в данный момент, как только применяется, я надеюсь, меня уже услышали, да, метод супер, то сейчас класс Д будет рассматривать только класс Б и то, что в нем происходит, и неважно, сколько вокруг классов, кто чего наследует. В данный момент нас интересует только этот момент. Как только мы в ММ4 наследуем класса ЦЦ, то далее мы говорим, что в данный момент ты родитель и все, и я буду взаимодействовать только с собой. Ты мне отдашь методы, которые делаешь ты, и мне совершенно не важно, что ты, допустим, их наследовала класса Б, ты их не трогай. Мы работаем только с тобой, согласитесь, просто и круто, и для шести лет детей понятно. Но практически это применимо, я не зря подвести итог, теперь давайте подумаем про практическое применение. Представьте, ведь в Python мы коснемся и фабрик, то есть фабрики. Вот, допустим, я использовал уже, использовал фабрики в Django, да, и для меня это было просто. Для меня надо было указать только форм сет и дальше использовать. Все, видите, кода нету. Но, ведь мы говорим о вас как о настоящих, но вот код, ребята, если залезть в эту фабрику, он очень-очень сложный. А теперь давайте просто представим, да, вот закончим с методом Супер. Вот у нас есть, представьте, мы делаем фабрику форум, и получается, по сути дела, вот у нас есть основной класс. Далее, от этого основного класса мы наследуем формы. Ну, представьте, вот это все у нас формы, да. Ну, сейчас воспринимайте визуально, да. Вот эта форма, вот сейчас форма. Два поля. Вот эта форма у нас. Десять полей каких-то. Вот эта у нас форма. Там шесть полей. И они все разные. И так далее. И вот это и называется библиотекой, например, да. А мы начинаем... Это я не беру ни джанга, ничего. Вместо форум может быть запчасти завода, запчасти машины. Все что угодно, ребят. Просто для понимания. Ну, формы все видели для заполнения. И я беру, например, вот мое маленькое приложение. Вы команды разрабатывали, писали формы. А дальше мы еще коснемся к форме. Еще написали интерфейс. Мы их коснемся. Я сейчас пытаюсь формировать потребность, да. Мы писали интерфейс. Потому что многие даже не знают, что это такое. Многие думают, что интерфейс это абстрактный класс. Молодец, Асачи. Разобрался. Серега! Ух! Это у нас базовый класс. Базовый класс. И вот класс супер. Вот давайте закончим. И вот... А здесь вообще наше приложение. Оно совершенно не знает кода. Мы только импортировали как библиотеку. Это наше приложение. И вот смотрите, что происходит. Значит, мы, благодаря вот этому пониманию класса супер, мы четко просто берем и говорим, что сейчас мы будем обращаться к форма 2. Супер форма 2. И все. И мы четко понимаем, что у нас будет всегда воспроизводиться и делаться в нашем приложении с формами 2. В следующем мы обращаемся к какой-то другой форме и так к какой-то другой. При этом все намного может быть сложнее. Они могут между собой перепутаны. Поэтому рассматриваем метод супер. Сейчас проговариваю спокойно. Еще раз. И, надеюсь, уже будет понятно даже детям 6 лет. Супер. Если перевести на обычный человеческий язык, то мы говорим классу, что в данный момент времени мы рассматриваем какой-то класс, в данном случае форма 2, как родитель. Мы назначили класс форма 2 родителям. В этом случае мы будем на 100% уверены, что как бы между собой не распространялась иерархия классов, какие бы там ни были методы или переопределения, мы будем точно уверены, что вот то, что задумано в этом классе, то произойдет в нашем приложении. И в данный при помощи метода супер получается как бы класс абстрагируется и выполняется только то действие, которое происходит в этом классе. Даже если класс 2 от базового, а базовый класс еще от какого-то класса, там другого интерфейса, все равно вне зависимости от приложения произойдет только это. И смотрите, не надо больше вот таких всех дуристик, когда мы ромбовидные, это для математиков хорошо. Для этого собрались люди математикой, сказали, боже мой, так это ж гениально просто, а ведь просто. Вот то же самое произошло в данном случае в приложении вот Джанго. Вот модель. Вот смотрим. Вот у нас была модель, курсы 2, да, и это приложение Джанго. И мы взяли маленький кусочек всего лишь библиотеки слуги фу. Да? По сути дела, что произошло? Наша задача была поле слуг, вот оно, поле слуг, создать на него ссылку, использовать библиотеку слуги фу, слуги фу, и сохранить self-title, да, self-title. Мы просто здесь вверху, если, грубо говоря, по-простому скажу, есть ID запись, то есть запись мы вынули из таблицы по ID. Ну, как Джанго распределяет? Каждая запись 1, 2, 3, 5. Мы это рассматриваем в уроках. Дальше. Вот в этой строке мы указали поле слуг. Вот оно. И дальше оно слуг fill, то есть имеет длину, так, так, так. Дальше. Мы указали слуг слуг присвоить значение библиотеки слуги фу self-title, то есть заголовок. Поле заголовок. Далее. И мы использовали метод супер. То есть модель общая. Модель указали курсы 2. Далее создали ссылку. Очень хорошо Асачи разбирал, когда учился, что такое self. Мы очень подробно разобрали. Дальше. Сохранить. То есть получается, когда считывается модель, это происходит на автомате. И дальше Arc Quartz. Вот сейчас мы это зацепим. А ведь я написал ребятам. И если мы сейчас я отвлекусь немножко, ребята. Просто я вам хотел показать. я же сохранял записи, где мы и они есть. Они есть здесь. То есть когда мы приходим на портал. Сейчас, сейчас. Потому что я же понимаю, что и новые люди. Я пишу сейчас видео, как я сказал, и участникам школы и рассказать, что происходит в школе для нового человека. И если здесь есть практика ООП Python, я вам объяснял, что вы идете по порядку. И вы обязательно доходите до чего? До конкретных рекомендаций. Что надо сделать? И дальше пошли на раздел. То есть на раздел группы. Это первичное было. Это было только Азы ООП, где Асачи писал зоопарки, другие ребята. Сейчас больше и больше подсоединяются. И здесь обратите внимание, я показал, здесь много страниц. Так вот. Я сейчас один маленький момент вам хочу показать некоторые коды, потому что на тот момент Сергей Асачи, вот я, мы, если видим первичный код, я вижу name, name1, name2. А когда я получал этот код, я про себя думаю, так, надо Серегу отучать от этой, извините меня, от этого привычка, это очень плохая привычка. И дальше, Сереж, смотрите внимательно, и дальше, ребята, но это надо было для понимания, чтобы аргументы, потом сель, то есть мы изучали, это надо. Но написание кода, если мы посмотрим уже последний код, последние коды перед настоящим ООП со временем, то мы начинаем, я сейчас не вижу именно того кода, вот пошел. Но в один прекрасный момент я начал потихонечку направлять Сергея, чтобы писал арк кварц. Мы сейчас разберем, почему это важно, и надеюсь, Сергей, вы меня слышите, и теперь вы будете это использовать, я знаю, что вы разобрались, я знаю, другие ребята разобрались, но новички, когда видят арк кварц, у них сразу паника. Вы здесь тоже, кто будет разбираться, теперь отвлекусь для новичков, ведь я и для новичков, которые еще даже не пришли в школу. Ребят, сейчас, секунду, где у нас то, что было открыто, вкладочка. В общем, давайте я сделаю по-другому. То есть, основное знание в школе, вот, допустим, переходим, это видеоуроки. То есть, вы пришли и смотрите видеоурок. То есть, это то, где я просто рассказываю, а вы запустили и погнали смотреть. это нужный момент. Но мы с вами, еще раз возвращая вас к первому видео, смотрели такую вещь. Я арк, арк, кварш, помню, сейчас вы все поймете, что видеоурок это отличный метод познакомить человека и научиться. То есть, дать старт, чтобы человек мог развиваться сам. Ведь моя задача, в принципе, отправить корабль от берега и снабдить этот корабль. Вот я для себя как представляю, да, что есть человек, пришел в школу учиться. Это корабль и мне надо что сделать? Заправить его баки, научиться и, чтобы он сам заправлялся, чтобы он научился добивать провизию и оттолкнуть от берега. И все, человек уплыл в мир программирования и он уже сам знает, где взять топливо, то есть, ищет новые языки и он плывет. Так вот, видеоуроки давали сильный старт, о чем я говорил в первом видео. Но стал вопрос о изучении Python глубоком. И здесь я тоже приведу пример того, что если вы прочитаете, остановите видео и прочитайте, что действительно сегодняшний день в большинстве своем уроки первые для новичков, либо сложные библиотеки, начало, конец. А вот как пройти вот этот путь от начала до сложных вещей, этого нет. Можно ли это писать в книге? Можно, но это получится десятитомник, то есть это невыгодно. Второй момент. А хорошо, но ведь у вас есть ЛУЦ, там все написано, но, ребят, согласитесь, читать, вот я, допустим, ЛУЦ иногда пользуюсь чисто как справочником, но то, что я видел 8 лет назад и сегодня, у меня совершенно разное восприятие, то есть даже если человек читает ЛУЦа, то большая часть ему даже, даже у него нет ассоциации. Как создать ассоциацию? Вот так же, как я показывал в первом видео, как мы рассматривали и нет, то есть вот у нас и нет, мы, я определил вопрос, заострил внимание, говорю, ребята, и нет, надо разобраться, но перед и нет, допустим, я же понимаю, из чего стоит практика ООП, перед и нет, что было? Новичок это никогда не будет знать, это не будет знать человек, который только начал изучать, допустим, объектно-ориентированное программирование, а я знаю почему, потому что я уже не один язык изучил, я знаю, что в Python есть сельф, мы первые полгода был период, когда я очень требовательно относился к тому, чтобы ребята разобрали, что такое сельф, то есть, что эта ссылка, что она делает, и до тех пор, чтобы это начало считываться в коде, то есть, я говорил, ребята, сельф, 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 потом мы пошли дальше, разобрали и нет, но вы нет, то сельф уже присутствует, то есть, я правильно расставил, и нет, это не хватает, то есть, теперь я заостряю внимание, заострял внимание на и нет, и меня тоже интересовало много вопросов, ситуация, где это применяется, почему он применяется, мы разобрали, дальше, я ставлю задачу уже пошире, ребят, мне надо вот так, вот считать, как щипцы, сейчас, я понимаю, ОП, мы изучили, до сельф, мы изучали, что такое наследование, разбирали, а теперь, то ребята, подумайте, ведь надо интерфейс, интерфейс разобрать нам, абстрактный класс, и дальше уже все знания, которые мы рассмотрели, то есть, сами классы, там, везде, везде работают все принципы, которые мы рассматривали ранее, полиморфизм, наследование, это понятно, но сейчас надо взять вот таком ключе, и пойти, обратить внимание на интерфейс, допустим, как сказать, ребят, давайте изучать интерфейс, а вы знаете, вот перед вами прямо сидит сейчас Буфсуновский, которому, по сути дела, этот интерфейс пять лет не нужен был, потому что никто не рассказывал, значит, надо сформировать сейчас ценность, а зачем этот интерфейс, рассказываю вам пример, быстренько, где я писал в статье, одной, но сейчас перескажу, одного, не одного, а многих, но вот на западе человек пошел на собеседование, ему дали написать код, он его провалил, он отлично разбирался в ООП, а там были ребята, которые написали тот же код с интерфейсами, то есть, грубо говоря, пока человек писал код, да, он был много лет программированный, но он писал код на обычных классах, и экзаменующему, даже и думать надо было, он четко понимал, что перед ним программист от начального до среднего уровня, ему еще пахать и пахать, хоть он профессионально пишет классы, человек, который пришел, пусть может он меньше разбирался, но он написал код с интерфейсом, сказали, о, этот нам подходит, он может спроектировать проект, он может составить, и он использует действительно настоящий подход, знания, которые нужны, вот этот человек может написать в библиотеку машинного обучения, все что угодно, но ведь надо сформировать это, ладно, немножко отлегся, возвращаюсь, грубо говоря, к нашему коду, пока запомните ARQQUARKS, я потом маленький покажу, а пока закончим вот с нашей библиотекой, да, то есть, по сути дела, а что в реальности ведь произошло, в реальности произошла очень крутая вещь, закончим полностью вопрос с с супер, вот это у нас библиотека джангл, а вот это у нас как оно там правильно называется, слуги ФУ, слуги ФУ, библиотека, пути, вот она, не тот, ну, в общем, вы поняли, да, что это библиотека Путильс, то есть, эта библиотека работает с датами, она делает очень много вещей, но, если вы увидели, вот, к тому, что я сказал, что мне надо было всего лишь достичь следующего конкретного результата, то есть, мне надо было, чтобы на сайте в момент создания курса не нужно было заполнять слуг, вы его здесь не видите, здесь можно выбрать рубрику, написать заголовок, title, и дальше писать текст, но слуг вы не видите, он происходит автоматом, это удобно, но я про себя подумал, ну, сейчас я буду переводить там на латыницу, это же, все это будет как-то глупо и тяжело, и вот здесь мы видим практику применения, то есть, мы здесь применяли метод супер, и мы сказали метод супер, дальше пошел код, то есть, джанга себе одно делает, от библиотека другое, мы обратились только к одной функции этой библиотеки, хотя библиотека не важно там, что делает, мы обратились к одной функции этой библиотеки, translate import слуги фу, то есть, функции слуги фу, и сказали, ты там себе делай все, что хочешь, но вот мы сказали супер, то есть, ты сейчас сделаешь то, что ты умеешь, а вот эта функция слуге фу, она умеет автоматом сохранить запись, при этом вы мне скажите, что библиотека транслист знает, что у меня знает, сейчас я что вы еще знает, что я, что есть Бовсуновский, который создавал таблицу который создавал то есть таблицу в базе, который курса 2 который создавал слуг да ни хрена, она не знает она просто это умеет делать и когда я сказал супер, вот в данный момент ты сделай то, что умеешь сохрани, все, тупо ни Джанга не знает, ни она не знает но действие произошло, я получил результат надеюсь, теперь супер, мы разобрались дальше, дочитайте в школе и вперед, ладно идем дальше, еще в этом моменте разберем Аркскварс, а потом будет еще одно видео теперь, я вам не зря показывал что, если мы видим любые библиотеки, то мы видим всегда вот так Аркскварс мучил я Сергея и начал подводить но сейчас ребята школы и Сергей и новички будет вам подарок вот смотрите давайте мы очень просто покажем это за что люблю Linux за то, что это Linux который делает то, что нам хочется хочется я сейчас буду рассказывать на примере ну вот допустим у нас есть класс А дальше я беру метод ну я говорю к примеру да сейф там и не важно что тут будет написано пока он ничего не будет делать пас теперь представьте вот у нас один метод вот у нас другой метод вот у нас третий метод по сути дела и нет я здесь не писал чтобы упростить код именно для новичка пока ну хорошо мы можем жестко привязать сюда вбить метод один метод два асачи смотрим и больше я не должен видеть кода без аркварс сережа это в твоих интересах это профессиональный тогда код будет да можно делать так это для обучения подходит и для производства в принципе подходит и я иногда использую хотя сам себя ругаю и вас буду ругать за это ну как не то что ругать там прямо я направляю смотрите а теперь возьму ситуацию вот эти методы вот эти методы пока здесь пас так нарисую сейчас покажу ну хорошо давайте сделаем так список словарь то есть кортеж а тут возьмем на другой половине список словарь ключ значения да хорошо а теперь нарисуем вот вот мы с вами сооружали некий класс и обратите внимание мы вбили методы кастомно пока 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 здесь пас то есть в дальнейшем мы их можем переопределить но смотрите ситуация мы сейчас не используем ни арк ни кварц хорошо мы вот эти пусть будет для осознания но мы добавляем метод 4 я работаю ну например со сачем в команде и опишу я говорю к примеру там ссс равно список и далее я не буду сейчас расписывать просто сам смысл тип объекта список который может добавить все что угодно и он явно привязан значит что происходит если здесь вот это на вот этот вот класс считайте это то что вот здесь есть класс а вот это этот класс а просто тут в коде а тут теперь смотрите так ребята а где оно поэтому мы сделаем вот так вот это класс а но только уже более по детски понятно зато понятно точно будет все класса и и теперь мы подставляем помните метод мы создали список хорошо я писал код но теперь хочу воспользоваться этим кодом и написать какую-то другую библиотеку на основе этого кода это у нас будет ну например класс b это утрированный пример простой но он именно будет показывать суть пусть будет класс d класс d и смотрите я вынужден делать что я вынужден брать список и переопределять его то есть потому что а мне надо в данный вот то что я решил писать от класса а мне надо кортеж для новичков поясняю список это то же самое что список в магазин туда можно вбить все типы элементов кортеж это когда нам надо сделать так чтобы это нельзя было изменить ну например чтобы для новичков было понятно если мы возьмем тоже джанго то более значимые вещи в том же джанго мы обязательно увидим что они используют либо кортеж ну я сейчас не буду в файл настроек показывать в основном кортеже да то есть значимые вещи когда нельзя изменить и мне надо кортеж то есть по сути дела я должен какие действия сделать ну первое как-то извратиться изменить сделать из списка кортеж то есть сделать кучу действий это все правильно мы же все крутые и бестолковые на самом деле все же приходит если бы я вот так размышлял лет 8 назад было бы совсем по-другому но ребят пока не вмешивается такие вещи как все это хорошо рассуждается пока у нас не вмешиваются методы с двумя нижними подчеркиваниями то есть перезагрузка операторов сейчас мы дойдем до нее будет третье видео они тоже начинают влиять и очень неплохо и получается я начинаю городить огород то есть здесь список я должен повториться и когда я беру класс D и мне надо кортеж или словарь ну конечно словарь я могу дописать вы скажете вы скажете в данном случае что простого возьми наследую и создай кортеж ребят ну опять же это когда простой код а если здесь не класс А а тут классов 20 которые взаимосвязаны между собой и получается когда я перепределяю в одном месте список то где-то может пойти нестыковка и мой код который я начинаю писать он начинает барахлить но решение ведь было простое отвечаю на вопрос почему вот я начал осадчиво направлять на этот код а теперь смотрите что происходит происходит чудо я говорю Сереж а ну его если я говорю Сереж давай писать код правильно здесь пишем аркс а вот здесь пишем кваркс на самом деле для новичков поясняю имеет значение звездочка а называться может и Вася и Петя и как хотите но чтобы программисты друг друга понимали принято называть арк и кваркс и вот и вот теперь происходит чудо когда здесь стоит кварк аркс я как программист считываю код и вот пожалуйста ведь вы мы видим джанго вот в реальном проекте да то есть мы видим сохранить арк кваркс а что мне это дает а мне это дает следующее что когда здесь действительно стоит мы изучали во первых сельф первый элемент дальше стоит аркс дальше стоит кваркс то теперь у меня класс ни к чему не привязан он универсальный это говорит о том что мне это говорит как программисту как я это считываю я могу аркс использовать любые последовательности кваркс я могу использовать словари то есть теперь вот тут список но использование кортежа для меня становится просто простым почему потому что аркс мне это разрешил если вы вы бы учились в школе Буфуновского то вы обязательно столкнулись с такими видео например где я вас учил как правильно обращать внимание это еще совсем новичков на язык то есть я то закрываю то открываю открою другой браузер то есть вот есть новое читать и если вы дошли до раздела например не то не новое читать начни здесь то вы бы увидели здесь раздел почему Python и здесь выбили методика моментального понимания Python списки но теперь давайте вернемся к нашему аркскварс а на самом а на самом деле ведь подумаем вот этот список и вот этот кортеж ведь это они имеют разные действия но имеют общее почему потому что и список давайте посмотрим раз два три и кортеж раз два три хотя здесь в списке могут быть словари но или мы сейчас под один два три не воспринимаем что это число а воспринимаем это элемент на его месте может быть словарь или сюда может быть вставлен кортеж просто как элемент но мы видим вот поставил аркс мы говорим что возможно обработка последовательности очень хорошо в школе Сергей это разобрал то есть мы говорим что здесь допустимы обработка любых последовательностей а давай посмотрим список то есть элементы идут слева направо а это значит последовательность это я учил уже вас в кортеже считываются слева направо это последовательность кварк словарь словарь это как поиск да то есть по ключам они все перепутаны по ключам я говорю что вы можете применять любые последовательности пайтон либо словари все а ведь помните я говорил в начале мы могли жестко вбить как мы сделали это но тогда а уже мы ну до этого мы бивали вы помните да не жестко то есть тогда мы были тогда мы вынуждены были переопределять заниматься ненужными вещами особенно когда мы делаем абстрактный класс мы ставим на данный момент допустим mymethod1 паз да то есть ничего не делать то далее мы можем переопределять кому-то ну надо для задачи это чтобы был список для другой задачи кортеж то есть наш класс все стерпит он просто будет это обрабатывать надеюсь сергей асачи что еще большие ребята школы я начну радоваться за вас и больше открыв код увидел аркс кварц у вас у вас не будут большие глаза а что это такая за вещь очень просто согласитесь и удобно разобраться по урокам что разбирала сачи и спокойненько спокойненько будет еще третье видео потому что нам надо прийти еще к одной вещи сейчас как ребятам школы новичкам все-таки затронуть интерфейсы и затронуть все-таки такую вещь как потому что вот что это такое вот зачем это вот перезагрузка операторов с двумя нижним подчеркиванием просто покажу на одном практическом примере все ребят аркс кварц тоже теперь обязательно посмотрите первое видео и второе для тех то есть в описании видео ссылки в первом видео я рассказал об обучении да ребят а здесь затрону такой момент еще в конце уже от себя значит ребята очень важно изучать два языка не нужно упираться в один пайтон пайтон это отличнейший язык изучая я рекомендую в школе изучать и пайтон и котлин ребят вот я сейчас хочу чтобы вы услышали фразу и тут тоже пожизненный доступ когда вы изучаете пайтон начинаете вместе изучать язык со статической типизацией то у вас начинается на различиях восприятия восприятия вы начинаете настолько глубоко понимать пайтон задавать вопросы смотря котлин вы начинаете понимать ага это в пайтон так делается но принцип ребята важно полиморфизм наследование и в пайтон и в котлин он есть записывается по разному первое я не пишу но надеюсь сейчас вы меня услышите запомните для чего надо учить два языка сейчас школа многопрофильная первая причина вы будете хорошо понимать пайтон и котлин это первая причина то есть два языка будете хорошо понимать я если заметили взял язык один с динамической типизации как пайтон а второй со статической как котлин почему котлин потому что котлин это и есть жава только простой вот он вот он мелок одна строчка котлин 40 строк на джава но при этом и джава можно перегнать котлин джава все равно остается супер языком а теперь внимание подумайте не как ребята о языках как думает новичок смотрите и я так думал приходят новички в школу и обычно говорят ну я хочу там пользоваться джанго я хочу изучить такую-то библиотеку ребята это на данный момент вы хотите это ваш ход язык завтра вы что думаете 4 года назад я думал что я котлин возьмусь я 4 года назад думал надо было бы взять джава но не мог себя подвинуть ребят ну не мог да это популярный язык но ведь смотрите как я рассуждал раньше и сейчас так рассуждаю подумайте о рынках вот это у нас весь рынок интернета на сегодняшний день глобально рынок делится грубо говоря веб рынок это тот вот вы сейчас смотрите урок вы на ютюбе это и есть веб-рынок но есть и мобильный рынок а теперь поспорьте со мной все сегодня что происходит в жизни рано или поздно превращается в мобильное приложение вы будете со мной спорить может быть когда мы думаем о рынках не о библиотеках потому что рынок веб включает там и фреймворки и вещи другие а мобильный рынок свое так вот кесарю кесарева запомните да были попытки есть попытки и хорошая библиотека киви и я ее рекомендую на ее примере чтобы глубже понять ООП но извините меня ребята ведь андроид студия делает 90% и язык статической типизации вот когда нам надо мобильное приложение где важно малый объем и огромнейшая скорость все-таки котлин мобильное приложение делаем на котлин а вот серверную часть ребята на джанго инстаграм так построить пожалуйста здесь ничего не противостоит вы возможно заметили что я сказал я не мог себя подвинуть джава почему вот джава это самый популярный язык но как вы заметили на джава в основном что пишется ну допустим джетбрайнс она то и разработала котлин да все то есть продукты по HR то есть есть продукты которые можно отточить но допустим на джава писать серверную часть я бы не решился и никто не решается а вот котлин будет решаться потому что котлин сделан для мобильной части для серверной части в чем была проблема джава ограничение джава на этапе компиляции все работает а на этапе выполнения ну вот пользователь у него прервался интернет шли шли данные тут бац прервался интернет не дошли ошибка джава спекся не я понимаю разработчики джава сейчас будут со слюнями у рта да мы логи посмотрим и исправим я согласен ребят я согласен ребят но если это сложное приложение сколько вы будете править так вот котлин исправил приложение то есть сейчас на этапе компиляции мы можем проверить то есть вот это вот у нас устраняется потому что вели отличные вещи что будет происходить во время выполнения и взять и исключение отловить исключение отловить то есть здесь мы убираем момент и теперь котлин пригоден и для в и для мобил но джава нам надо может надо может не надо кому-то надо кто-то в джет брайн сработает тому надо а кто допустим собрался мобильное приложение писать ну на джава сложновато скажу честно а вот котлин изучить попроще а где котлин там начинает слегка джава пониматься и если мы берем тройку языков python котлин java то мы точно в тренде мы в тренде мы решаем любые вопросы рынка надолго навсегда мы точно понимаем что мы изучаем в правильном управлении нам подвластна серверная часть нам подвластна мобильная часть а если мы в школе ведь и блокчейн потихонечку идет начинает идти а ищем блокчейн а там ребята не получится так как мы хотим блокчейн это всего лишь технология а надо серверную часть а надо мобильную часть поэтому у нас появляется выбор где-то мобильную часть где-то на одном языке на втором то есть мы спокойно двигаемся в нормальном направлении спасибо ребят за доверие изучайте два языка это будет правильно просто вот вот просто говорю вот надо так сделать и все потом разберетесь обязательно поймете что это было правильно либо будете немножко жалеть я не говорю что там но я жалею скажу честно но если бы мне тогда говорили а я думал как и многие новички думают как это два языка если один как бы освоить ребят глупость наимная глупость побольше смелости ведь я сказал только в начале кажется а потом вы поймете что в языках все одинаково только по-разному записывается и именно на отличиях можно действительно выучить язык если я не изучал языки статической типизации неужели вы думаете сегодня был бы курс такого глубокого изучения пайта не было бы я бы и дальше не задумывался просто я когда начал копать а почему это как это делается тем более котлин посмотрите в общем прочитайте мою статью на сайте котлин она сейчас будет в этом видео тоже быстрый старт котлин статья исповедь программиста поступайте правильно ребята это самое главное сейчас сейчас вам не надо думать потянете не потянете поверьте мне что потянете сейчас вам просто надо сделать вот что сделал Сергей Асачи а он сделал следующее вот почему он сегодня может писать может разбирать вот как он сделал было недоумение как учить два языка он просто взял и начал вот и все спасибо за доверие не забудьте видео первое посмотреть тогда будет все понятно спасибо